В этот мрак не может проникнуть даже крохотный лучик света. Сколько я уже лежу здесь, в этой кромешной тьме. Вечность. А порой кажется, что мгновенно я ничего не чувствую. Словно мое тело прит в воздухе. Как узнать, верен ли еще мне мой рассылок? Или я давно потратил его? И все же в этом мире, похожем на скрупу, Есть то, что мне предельно весна. Только он, словно мгновенно рассекающий мрак. Только он видится мне словно на его. Снова и снова, подобно волнацу. Нет, дружба, стрятость. Тогда зачем? Беспособность, присознанность, печаль. Все это сплетается в тебе. Эти чувства не позволяют моему сознанию. Другая суть. Ты, из-за кого меня значили в их кромешной крови. Теперь станешь источником ловения в жизни. Беспособность. Чья жизнь как газа принадлежала моему кругу. В какой же момент я начинал полностью совместить. И теперь в моем сознании. Его образ устали я. Что причиняет моим глазам. Для поля боя за жизнь солдат и серебряный монетский не наш. Здесь жизнь человека рост на дуну. Она подвластна желанием кучки дворян и монаршин. И даже король в действительности не может жить так, как газ ему хочется. Сегодня, Готамы снижают на одного человека, чтобы освободить нас всех. Мы все будем помогать, но не похожим на его Сильфон. Но потом наши премии стекают. Перекор жизни пересекают. Прежде чем успеваем понять, что в этом мире. В этом мире должен быть один человек, чья жизнь-то ключ к властью над миром. И неважно, какое положение занимает этот человек. Он часть привилегированного сословия. Он может обладать властью Бога. Ее должен узнать. Какое положение я на самом деле занимаю в этом мире. Что привлечет он в мир этой жизни. Человек достает меч без ножа. Чтобы защитить крохотную рану, куда несется. Она возникла в далеком профиле. Что я отдален за кровопилю памяти. Человек замахивает мечом, чтобы, с улыбкой на устах, покинуть жизнь в далеком будущем, недосягаемого круга памяти. Почему встали ноги посвящает себе тело кровопилю памяти? Вы задали мне этот вопрос в руках. Самое дело. Видимо, в каждом мужчине есть что-то аквально. Однако обоюдовавших меч, которые помогают обретать бесценные вещи, могут использовать и для их защиты. Бесценная вещь – защищать родных и любимых. Кто за ценой такой привычки себя? Но я думаю, что для мужчины может быть нечто хуже. И он добивается этого ради себя, а не ради кого-то еще. Это мечта. А в мыслях того, кто посвятил всю свою жизнь выковыванию одного единственного меча, мечта может главенствовать на всем мире. Многие мечты можно исполнить в дирожке. Ты думаешь, что я могу верить в мечты? Вторая мечта. Продолжение следует...